здравствуйте я рада приветствовать вас на своем канале сад без секретов я светлана налетова я садовод и сегодня я хочу вам рассказать и показать как я по весне обрабатываю землянику это растение как только садоводы не называют и клубникой и викторией но все-таки давайте отдадим должное растению которое приносит нам такие полезные и вкусные плоды и признаем что все-таки в большинстве наших садов растет крупноплодная садовая земляника но как бы вы не величали это растение в любом случае весной когда вы только приезжаете на свои участки вам необходимо обработать землянику вы должны ее поддержать после зимы подкормить обработать от вредителей и болезней все ради отличных урожаев я выращиваю землянику на толстом мульчирующем слое соломы и эту солому на зиму не убираю а вот весной первым делом убираю старую солому если вы укрываете землянику на зиму допустим хвойным опадом или делаете какие-то укрытия то конечно с приходом тепла нужно эти укрытия убрать мульчу от грести от кустиков следующий этап очистка от старых листьев здесь как говорится садоводы спорят кто-то оставляет листья и не убирает их совсем кто-то убирает их только после возвратных заморозков все-таки какое-никакое а укрытие от холода для рано просыпающейся земляники но я листья убираю обязательно в них и возбудители болезней и зимующие вредители да и с точки зрения эстетики старые листья картину портят а при угрозе заморозков поможет новый слой соломы и укрывной материал аккуратно удаляем все старые рожки черешки листьев словом обновляем кустики оставляя только молоденькие листочки осторожно рыхлим почву под земляничными кустами будьте внимательны на данном этапе если действовать неаккуратно можно повредить растение вырвав его из земли подсыпаем под каждый кустик по полстакана золы обратите внимание что нельзя совмещать подкормку золой со многими минеральными азотными удобрениями а также с навозом или птичьим пометом произойдет нежелательная химическая реакция никакого азота растения не получат поэтому я сейчас несу золу а потом через неделю примерно буду использовать азотные удобрения например птичий помет естественно в разведенном виде но и еще нужно обязательно успеть внести подкормки до цветения почву под земляникой проливаем раствором органцовки а если уже установились температуры выше плюс 15 градусов то можно использовать и фитоспорин можно пользоваться также медь содержащими препаратами топаз хом абигопик и другими от вредителей обрабатываем инсектицидами на данном этапе можно использовать химические средства фуфанон интавир актелек некоторые садоводы привыкли проливать по весне земляничные кустики кипятком но нужно отметить что так работает только по спящим растениям если листья уже появились вы скорее всего их ошпарите и последний этап полив если вы уже пролили раствором фитоспорина то можете этот этап пропустить вы уже полили растения а можете использовать для полива смесь гуми с фитоспорином а теперь восстанавливаем мульчирующий слой и ждем урожая от нашей земляники мы этого заслужили и повторяем план работы земляникой весной убираем старый мульчирующий слой удаляем старые листья и черешки рыхлим землю под каждый куст вносим половину стакана золы проливаем почву вокруг земляники либо фитоспорином при плюс 15 либо раствором марганцовки или препаратов от болезней проводим обработку от вредителей поливаем обновляем мульчирующий слой примерно через неделю делаем азотную подкормку если вам понравились мои советы ставьте лайки и подписывайтесь на канал сад без секретов а в комментариях к этому видео я предлагаю обсудить такой вопрос как часто вы обновляете свои земляничные плантации удачи